Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования, инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования больше одного года. Сегодня пятница, 29 апреля, и по традиции пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Как мы видим сейчас в моем инвестиционном портфеле 9 компаний. Это компании Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Сбербанк, Северсталь и компания ФСКЕС. Также в моем инвестиционном портфеле есть фонд ликвидности. Фонд ликвидности от ВТБ для хранения свободного кэша, для хранения свободных денег. Также в моем инвестиционном портфеле была 10 компания. Это компания Яндекс. К сожалению, на Банк ВТБ наложили санкции, и Банк ВТБ принял решение передать все иностранные акции в Ростельхозбанк. Давайте смотреть, как меняются у нас показатели на неделе, и будем совершать покупки. Начинаем с компании Аэрофлот. Аэрофлот по портфелю у нас снижается. Снижается на 50,5%. У Аэрофлота, конечно, дела не очень сильно хорошо обстоят. Но, тем не менее, надеемся, что полеты возобновятся, и компания Аэрофлот мне, как инвестору, принесет прибыль. Компания Газпром. Газпром, в принципе, на неделе себя чувствует хорошо. Идет приличный рост. По портфелю даже выходил в плюс. Сейчас небольшой минус. Минус полпроцента. По деньгам тут минус 37 рублей. Но уже какая-то тенденция положительная. Уже есть какие-то подвижки немножко вверх. Ну и, конечно, усредняюсь. Усреднение дает тоже свои плоды. Компания Магнит. Магнит у нас на неделе подрастает. Также очень хорошо подрастает. В моменте видел и плюс 10% по портфелю. Сейчас плюс 2,5%. Тоже такая тенденция меня, как инвестора, радует. Компания Московская биржа. Московская биржа по портфелю летит на минус 38%. У Московской биржи не все так гладко. Есть определенные проблемы. Есть определенные санкции, наложенные за рубежом. Да и не только за рубежом. И Московская биржа, конечно, на долгосрочной перспективе, может быть, и будет выглядеть привлекательно. Но на краткосрочной, конечно, тут очень большие вопросы. Компания МТС. МТС у нас по портфелю летит на минус 29,5%. Компания Роснефть минус 21,5%. Но можно сказать, МТС и Роснефть по портфелю более-менее выдерживают эти санкции и не сильно обваливаются. Прилично обваливается по портфелю компания Сбербанк. Видим, что минус показывает 42,5%. Сбербанк, да, конечно, давит вся эта санкционная политика. И котировки не очень сильно и выдерживают. Компания Северсталь. Северсталь не отстает от Сбера. Также продолжает свое резкое снижение. Северсталь у нас в портфеле снижается на 27,5%. Ну и также аутсайдер моего портфеля. Вслед за компанией Сбербанк это компания ФСКЕ снижение минус 41,5%. Ну давайте посмотрим, кто у нас самые такие аутсайдеры в портфеле и будем докупать, так сказать, усреднять. Компания Аэрофлот. Аэрофлот у нас 50,5% в минусах. Второе место у нас занимает компания Сбербанк 42,5%. Ну и также третий тут по числу снижения это компания ФСКЕС. Так, ну конечно перспективно выглядит для покупки на этой неделе компания Сбербанк. И давайте смотреть. У нас на брокерском счету сейчас 2000 рублей. В фонде ликвидности 157. Давайте немножко продадим фонд ликвидности и на брокерский счет вместе с вами закинем. Так, переходим в фонд ликвидности. Продадим практически все. Нажимаем продать. Посмотрим сколько у нас. Один лот это одна акция. Доступно на 138. Давайте продадим 137. Нажимаем готово. Продаем по рыночной, чтобы побыстрее все это прошла операция. Если не по рыночной, тут могут быть заявки не отработаны, не сработаны. Так что продаем по рыночной. Нажимаем подтвердить. Все, заявка успешно создана. Заявка у нас исполнена. Фонд ликвидности мы с вами распотрошили. Так, давайте перейдем на брокерский счет. Посмотрим, что у нас теперь тут в рублях. В рублях 2156.52. Первая покупка будет эта компания Сбербанк. Посмотрим какая средняя по Сберу сейчас. Стоимость в принципе очень вкусная, очень жирная, очень сладкая. Я думаю нужно 10 штучек еще взять. Средняя у меня 221. Нажимаем купить. Возьмем 10 акций. Один лот у нас 10 акций. Нажимаем готово. Так, по рыночной покупаем. Комиссия брокера у нас тут небольшая. Комиссия биржи тоже небольшая. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. Да, напомню, что средняя была 221. Посмотрим, куда мы сейчас усреднились. Да, заявка успешно создана. Заявка исполнена. Компания Сбербанк в количестве 10 акций добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у меня в портфеле 80 акций. Сейчас это все отобразится. Так, да, все отобразилось. Давайте посмотрим, какая средняя теперь у меня по Сберу. Ну, я думаю, в районе 200 рублей. Ну, вообще, ну, должно, конечно. Да, 209 рублей. Чуть-чуть на 10 рублей усреднились. И то приятно. Так, в следующей покупке купим одну акцию. Давайте, Роснефти. Роснефть тоже очень вкусная цена. Я считаю, там торгуется сейчас по 404. Средняя у меня также немножко высока. Ну, тут большой роли, конечно, не сыграет. 514, но тем не менее. Давайте одну акцию купим по 400 рублей. Один лот. Нажимаем готово. Доступно вообще два, но возьмем один. Нажимаем купить. 404 рубля 85 копеек. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. Ну, чуть-чуть усреднимся. Тоже, конечно, по Роснефти будет вполне комфортно и приятно. Средняя, запомним, 514 у нас была. И должно стать в портфеле теперь 18 акций компании Роснефть. Да, вот Роснефть у нас 18 штучек. Посмотрим, какая средняя. Ну, я думаю, рублей, может, на 5 чуть-чуть усреднили. Так, средняя у нас 508 рублей. Ну, практически, да, там на 6 рублей чуть-чуть усреднили. И на брокерском счету у нас остается, посмотрим, 477 рублей. И возьмем 10 акций компании Аэрофлот. Да, да, продолжаю верить в данную компанию. Цена очень вкусная, цена очень жирная. Надо усреднять, но ничего не остается. Вижу, что рынок чуть-чуть отыгрывает. Средняя 62 рубля. И возьмем 1 лот компании Аэрофлот. Нажимаем 1 лот. Покупаем по рыночной за 310 рублей. Нажимаем готово. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. Компания Аэрофлот в количестве 10 акций добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у меня в портфеле 190 акций компании Аэрофлот. Давайте посмотрим, какая средняя по Аэрофлоту теперь у нас стала. Ну, я думаю, на 2 рубля может усреднились там. Так, средняя 60-75. Ну, практически на 2 рубля. Ну, тоже приятно. Так что вот такие сделали покупки на этой неделе. Купили 10 акций компании Сбербанк, 1 акцию компании Роснефть и 10 акций компании Аэрофлот. На брокерском счету у нас остается 166 рублей 77 копеек. Это все закинем в фонд ликвидности, потому что деньги должны работать, но не просто лежать на брокерском счету. Нажимаем купить. Сейчас давайте перейдем. Так, доступно у нас... Доступно 146. Нажимаем 146. Нажимаем готово. Купим также по рыночной, чтобы побыстрее эта процедура пошла. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. Все у нас. Заявка успешно создана. Заявка исполнена. Фонд ликвидности. Мы пополнили денежки. Теперь будут в этом фонде работать, а не просто лежать мертвым грузом, как говорится. Так что вот такие сделали покупки. Очень, в принципе, доволен покупками. Продолжаю инвестировать. Вижу, что потихонечку рынок... Есть всплески роста. Вот тот же самый магнит, вижу, подрастает. В моменте подрастал и Газпром. Так что продолжаем инвестировать. Продолжаем верить в российский фондовый рынок. Не отчаиваться. Будет рост и будет еще и на нашей улице праздник, как говорится. Так что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуйте мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии. Отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией. Выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую. Как я покупаю российские акции, российские компании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok